коллеги я вас приветствую сегодня у нас факт по программированию номер 28 1 в этом году давайте покажу какие интересные вопросы мне были присланы задавайте вопросы не только в комментариях статье но и пишите на мыло через блог форму обратной связи как угодно также можете задавать вопросы в telegram канале в конце будет ссылочка и в общем то давайте начнем итак у нас вопросов сегодня раз два три четыре штуки и на самом деле они в общем так или иначе повторяют предыдущие и я на некоторых остановлюсь поподробнее поехали итак вопрос номер 128 он на сегодня первый изучит он следующим образом сколько по вашему мнению должно быть параметров которые передаются функцию и можно ли говорить про такое же количество параметров наверное и можно и говорить что такое же количество параметров подойдет в dependency injection конструктор ну давайте для начала определимся чем отличается вливание в конструктор от передачи параметров функцию на мой взгляд они ничем не отличается тот же самый принцип для того же это делается но конечно да за исключением там некоторых нюансов но тем не менее мы берем какие-то параметры передаем то ли функцию то ли в конструктор считайте что конструктор функция и тут стоит нужно наверное напомнить что вливание в конс вообще вливание бывают разные да вы же помните что бывает конструктор инжекшн property injection метод инжекшн чем он отличается от функции и ambient контекст то есть для меня это все равнозначно не знаю как для вас пишите комментарии будем спорить и в интернете бытует мнение что правило четырех зависимости бывает и другие упоминания о том что можно и 6 и 8 и 12 и скажу честно что он как на некоторых проектах я видал и больше 40 вливание в конструктор и это на самом деле ну не хорошо не плохо это все лишь говорит о том что немножко неправильно архитектура построена значит есть какие-то неопределенные места но которые нужно решать почему есть такое понятие что если вы вливаете большое количество параметров значит ваш класс может делать ну если не все то почти все другими словами single responsibility принцип он как бы говорит о том что класс должен делать что-то одно делать это в общем то звучит конечно по другому говорит о том что у класса должна быть только одна причина для изменения но суть сводится к тому что если вы вливаете большое количество параметров ваши функции или в конструктор или еще куда то то это значит что у вас там происходит в общем что-то непонятно и что и чего то этого много теоретически тут нужно задать вопрос следующим образом для чего ваши параметры нужны то есть какой какой вы преследуете цель как уменьшить это количество параметров и почему их нужно уменьшить и так для чего они нужны понятно что вы туда вливаете чтобы поделать всяких разных крутых фишечек как уменьшить и в общем то это нужно декомпозировать нужно собирать в под классы в суп классы если хотите то это минимизирует управляя в смысле это максимизирует управляемость расширяемость масштабируемость этих классов и уменьшить количество в любых параметров то есть у вас появятся уровни так называемые на одном уровне можно будет решить задачу вливанием там двух трех параметров которые глубже получат более низкого уровня вливания тоже их количество будет меньше то есть все зависит от того какие вливания вы делаете ну или какие параметры вы передаете и собственно говоря на вопрос почему это количество нужно уменьшать я уже ответил потому что это нарушение принципа single responsibility то есть ну бывает иногда конечно варианты особенно в больших математических там расчетах когда большое количество констант или большое количество вычислительных штук для вычислений но тем не менее все равно можно декомпозировать то есть разделить на уровне влияния значит уменьшить количество вливаемых собственно игра параметров или объектов которые нужны для вычисления функции для работы конструктора или в общем-то я думаю что вы понимаете о чем и говорю в общем в любом случае большое количество параметров функцию в конструктор а но как бы рояль и не играет куда вливается но их большое количество говорит о том что надо просто посмотреть что с кодом что-то не так или ваш класс на себя тянет много ответственности которую наверняка он выполняет и работает отлично но в общем смотрите сами я думаю что вы понимаете о чем я хотел сказать следующий вопрос на сегодня звучит так какие библиотеки компонентов для blazer вы используете и почему но на самом деле если говорить честно то я как библиотеки компонентов практически не использую я пытаюсь на данный момент смотрите друзья тут у каждого свой подход я не просто хочу взять библиотеку включить ее в проект посмотреть как она прекрасно работает и потом всю жизнь на нее молиться на тех разработчиков которые поддерживают на варианты я я веду к тому что на первоначальном этапе я не использую никакие библиотеки компонентов почему потому что я хочу научиться делать все сам я хочу понимать как это работает я хочу иметь представление о том что может blazer какие возможности у него нет смысле существуют не используя никаких компонентов безусловно и есть открытые библиотеки то есть исходным кодом который можно посмотреть и я смотрю реализацию но тем не менее я хочу это прощупать сам возможно это так и останется никуда не денется я буду продолжать делать тоже самое надо сказать что больших и и общий как это большого объема проектов у меня только на блэзере не было только те которые являли компонентную часть собой то есть интеграция блэзера существующие приложения спадут нет корр теоретически существует вероятно что я воспользуюсь другими библиотеками и на самом деле их очень много в последнее время и все известные бренды которые поддерживают разработку компонентов телерик деф-экспресс то есть их очень много компонент ван в конце концов их много и есть и платные бесплатные библиотеки с открытым кодом ну в общем то опять же да и если существует возможность посмотреть в библиотеке с открытым исходным кодом как это сделано и где-то как-то это улучшить ускорить убыстрить изменить добавить но в общем я пытаюсь это делать собственноручно если конечно позволяет время в других вариантов я использую блэзерит библиотеку ну потому что мне кажется что она она появилась одна из самых первых и там мне кажется реализованы самые ну на мой взгляд перспективные варианты реализации тех или иных механизмов но вот так вот как-то так следующий вопрос у нас номер 130 нужно ли осуществлять переход на net core 6 3 1 но вообще-то с net 6 на core 3 1 ладно неважно так если активная разработка планируется и после окончания поддержки 3 1 в какой момент это лучше осуществлять переход или уже сейчас либо ближе к концу поддержки друзья на самом деле очень интересный вопрос и достаточно часто мне приходится ну в том числе моему руководству рассказывать почему собственно говоря нужно делать это сразу давайте я расскажу вам как обычно делаю я итак смотрите когда выпускаете версию ну допустим вы как разработчик вы знаете что было в предыдущей вы смотрите ну например на свои коммиты да что какие были изменения и составляете так называемый migration план миграции с одной версии на другую и выставляете его всем разработчикам которые будут использовать вашу сборку что собственно игра помогает им перейти от старой к версии к новой в котором бы в этом документе вы описываете что было изменено что добавлено что удалено что где добавить и какую букву на какую поменять в конце концов это на самом деле упрощает переход от одной версии к другой далее если вы делаете переход с 3 1 на 6 то какое-то количество ну допустим пятую версию в данном варианте вы пропустили даже если у вас получится найти все вот эти списки переходов то есть списки миграции с одной версии на другую существует вероятность в общее это сложно будет сделать хотя теоретически сейчас все возможно существует вероятность что даже в 5 было что-то сделано что было заменено в 6 то есть вот эти списки вам мало помогут то есть если вы в 6 что-то добавили а из 5 не удалили как ну то есть миграцию это уже есть некоторые ограничения по ну по удобности до перехода если вы пропустили большее количество версий это все усложняется в разы более того в процессе разработки версии то есть процессе разработки новой сборки когда вышла большая general как она major смена то есть главное большая цифра меняется на на новую то бывает еще изменение там 3 1 3 2 или там 5 1 5 2 там 5 23 ну в общем то изменяется библиотека продолжает дальше но миграции то есть список миграции уже на нее не делают и таким образом получается что у вас могут появиться такие в общем-то затыки да или как это по-русски сказать еще что ли более то есть такие проблемы которые но просто не будут нигде описаны а значит вы не будете знать как их решить и теоретически подскажу что можно это решить другим способом нужно создать новый проект на новой версии и бизнес логику всю перекидать грубо говоря скопировать в новый проект без оглядки на то что он было там старым в общем один из вариантов но это так мои мой личный опыт собственно говоря отвечая на вопрос нужно ли переходить до нужно то есть я всегда перехожу и стараюсь не пропускать но вернее тогда честно скажу еще не было ни разу чтобы я пропустил какую-то версию на каком-то проекте всегда проще переходить на последующую версию чем перескакивать через какие-то другие варианты далее как как часто как быстро да ну обычно рабочие проекта они не маленькие да невозможно после там на следующий день выхода новой сборки максимально быстро нажать кнопку обновить библиотеки и чтобы это все быстренько перескочила новую версию не так не получается обычно в течение месяца тире трех уходит на подготовку текущего там рабочего проекта к переходу к новой версии там надо понимать что в зависимости они всякие разные не все разработчики успевают но обычно месяц три ну ладно хорошо давайте до четырех месяцев вот так то есть есть связаны библиотеки которые тоже используют старую сборку разработчики выпускают нугит пакеты выходят обновляется в общем желательно это все не запускать но не тяну до последнего у меня обычно уходит там 24 месяца на то чтобы перекинуть старый проект но смысле со старой версии на новую версию вот так вот я думаю что вы меня услышали так и следующий вопрос но на самом деле карирование интерн интернирование на самом деле как бы на мой взгляд это сравнивать мягкое с теплым или если хотите красное с квадратным я я не знаю как сравнить давайте это будет вашим домашним заданием карирование интернирование есть описание википедии я просто не знаю как отвечать на тот вопрос смотрите я считаю что сравнивать мягкое с теплым ну не совсем корректно если вы со мной согласны отпишитесь в комментариях а если не согласны ну опишите почему потому что ну для меня это как бы не совсем понятная принцип сравнения то есть все проехали друзья хочу вам напомнить что для того чтобы получать уведомления о новых выпусках подписывайтесь на канал ставьте колокольчик тогда получите уведомления у меня появится возможность продвигать канал в общем то вам спасибо что смотрите и пишите правильный код